Об Украине, сепаратизме, митингах и зимнем времени сегодня говорили в Кремле, на Совете Безопасности Российской Федерации, которое открылось со вступительного слова президента Путина, а затем прошло в закрытом для прессы режиме. Заседание еще до его начала называли историческим и ожидали, что на нем Путин сделает какое-то сенсационное заявление. Среди предположений называли даже объявление войны Украине. К счастью, этого не произошло, хотя российский лидер успел пригрозить всем, своим и чужим. В том, что было сказано и что не было сказано Путиным, разбиралась Мария Гордон. Здравствуйте, Маша. Можно ли сказать, что итоги заседания российского совбеза разочаровали политологов? Здравствуйте, Лиза. Вы правы, от совещания ожидали чего-то судьбоносного. Эксперты заранее рассуждали об исторической встрече, ожидая от российского лидера громких заявлений. Оппозиционер Борис Немцов даже сделал предположение, что сегодня Владимир Путин в интересах госбезопасности предложит закрыть интернет. Интернет, тем не менее, остался открытым, судя по тому, что выступление российского президента немедленно появилось на сайте Кремля. Однако ничего судьбоносного мы в нем не увидели. Оно скорее отдавало лекции о международном положении, как в старые добрые времена. Даже общая направленность, ожидание капиталистической агрессии и призыв к вооруженному отпору тоже звучали вполне по-старому. Приметой сегодняшнего времени стало явное неприятие цветных революций, которые, впрочем, могут угрожать лишь несостоявшимся режимам. Любая страна, которая в альянсы входит, сразу часть своего суверенитета отдаёт. И далеко не всегда это отражает национальные интересы той или иной страны, но это их суверенные решения. Так вот, надеемся, что и наши национальные законные интересы будут учитываться, а спорные вопросы, которые, безусловно, всегда имеют место быть, всегда возникают, они будут решаться исключительно дипломатическим путём, путём переговоров. Никто не будет вмешиваться в наши внутренние дела. Однако сегодня в мире всё чаще звучит язык ультиматумов и санкций. Само понятие государственного суверенитета размывается. Неугодные режимы, страны, которые проводят независимую политику или просто стоят на пути чьих-то интересов, дестабилизируются. Для этого в ход идут так называемые цветные революции, а если называть вещи своими именами, просто государственные перевороты, спровоцированные и финансируемые извне. Вообще Владимир Путин думает, что альянсы – это зло. Исключение может делаться для слабейших военным и экономическом отношении партнёров. Поэтому Евразийский союз и страны БРИКС – более подходящие друзья для путинской России, чем Европа с её развратом и потерей духовных ценностей. Тем не менее, лично Путин считает, что в альянсах не состоит. И слава Богу, подчеркнул он. Тем не менее, этого заседания ожидали куда больших сенсаций. В числе предположений экспертов было несостоявшееся объявление о закрытии границ России со стороны юго-востока Украины, что в свою очередь ограничило бы возможности для лавирования сепаратистов. По крайней мере, именно к этому российского президента призывал в своём предыдущем обращении Барак Обама. Одна из тем, которая должна была обсуждаться – это целостность Крыма. По разной информации, сейчас там ожидают провокации со стороны Украины. Российский президент упомянул о необходимости восстановления военной инфраструктуры в Крыму и Севастополе. Но всё это в штатном режиме. А вообще, старая имперская поговорка – у России всего два союзника – армия и флот. Сегодня получила подтверждение в устах президента. Важнейшим гарантом суверенитета и территориальной целостности России остаются наши вооружённые силы. Мы будем адекватно и соразмерно реагировать на приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Не оставим без внимания развертывание глобальной противоракетной обороны и наращивание запасов стратегического неядерного высокоточного оружия. В целом сейчас столь ожидаемое заседание Совбеза рассматривается как дипломатическая формальность. Его необходимо было созвать в связи с трагедией малазийского Боинга, которая столь резко смешала карты, переведя региональный конфликт в международную плоскость. Однако российский президент по неведомым нам причинам дал задний ход. Ключи к его поведению, скорее всего, находятся в подсолнухах под Донецком, куда в четверг рухнул злополучный Боинг. Спасибо, Маша, политический обозреватель РТВА и Мария Гордона о заседании Совета Безопасности Российской Федерации, от которого ожидали гораздо большего, но которое так и не стало историческим.